Добрый день, дорогие друзья. Сегодня прошла очередная ежегодная пресс-конференция Путина. Не могу сказать, что это было какое-нибудь такое прорывное выступление. Скорее, тоска. А уж если про длительность говорить, так совсем ужас. Больше четырех часов. Знаете, есть общее правило, что после часа разговора и у оратора, и у аудитории снижается внимание и теряется интерес. Ну, с путинской пресс-конференцией так не работает. Там с самого начала ни интереса, ни внимания. В общем, не стоило бы это мероприятие разговора, если бы не одно «но». Буквально через 10 дней будет круглая дата. 20 лет назад, 31 января 1999 года, Борис Николаевич Ельцин произнес свое эпохальное. Я ухожу. Я сделал все, что мог. 20 лет назад начался отчет времени для Путина на высшем государственном посту. Отчет, который, к сожалению, для страны все еще продолжается. И было бы интересно посмотреть на пресс-конференцию Путина именно под этим углом зрения. Что он сделал для страны? Чего достиг? Ведь просил же Борис Николаевич, оставляя власть. И хочу повторить слова, которые я вам когда-то говорил. Берегите Россию. Первое, что бросается в глаза, а Путин точно президент Российской Федерации. Потому что страна здесь и сейчас его мало волнует. Вот про Украину он зажигается. 15 минут говорил. А вопрос, кстати, задал Первый канал. По-вашему, устоят ли Минские договоренности и формула Штайнмайера в ближайшие 4 месяца? Вы устоят ли они вообще в перспективе? Какой вы видите судьбу Донбасса в идеале? Ну и потом, для нас всех журналистов была долгожданная ваша встреча с Зеленским, российско-украинские переговоры. И каковы перспективы вот теперь урегулирования российско-украинских отношений? Какие проблемы, какие подвижки в связи со сменой администрации? Тоже возникает вопрос, а какой страны этот Первый канал? Дом-то чего? Первый канал проблем не видит? Все уже решено? Но, заметим, Путину нравится. Отвечается гоньком. Что касается нормандского формата, минских соглашений и так далее. Но нет ничего, кроме минских соглашений. Точно так же зажигается Путин при ответах про Сирию, Ливию, Евросоюз, санкции, взаимодействия с Китаем. Безусловно, российско-китайское сотрудничество является важнейшим фактором международной стабильности. В том числе в утверждении международного права, в том числе в создании многополярного мира. Собственно говоря, он создан. Однополярного мира уже не существует. Россия была против использования в Ливии вооруженных сил. И резолюция Совета Безопасности, которая была принята по этому поводу, она запрещала бывшему руководителю Ливии Каддафи применять свою авиацию в отношении оппозиционных сил, вооруженных, кстати говоря. Вместо этого западная коалиция начала принять авиацию против Ливии. Слушайте, этот парень, он точно наш президент? По-моему, он хочет подсидеть Лаврова. Или даже, побоюсь этого сказать, саму Захарову. Может быть, в стране уже не осталось других проблем? Да нет, вроде остались. Журналисты даже спрашивают о них. Удивительно, что получили такую возможность. Только вот отвечать Путину на эти вопросы скучно, мы это прямо видим. Про Украину можно говорить 15 минут без остановки, а вот про врачей неинтересно. Вопрос про негативные явления в медицине, они все еще актуальны. Дело в том, что очереди к врачам растягиваются на месяц в регионах, а зарплата врача настолько низка, может быть, что врачи массово увольняются. Вы упомянули одну из них, это уровень заработной платы. Но уровень заработной платы в медицине, он даже повыше, чем уровень заработной платы в других социальных сферах. И в целом показатели, которые ставились еще в указах 2012 года, они соответствуют тому, что закладывалось, там, рост соответствующих заработных плат. Врачи, вы слышали? Вам и так хорошо. Просто вы об этом, видимо, не догадываетесь. А повысить вам зарплату нельзя, иначе взносы повышать надо. Ведь существуют такие способы изменения ситуации. Они, на самом деле, известны, они простые. Это первое, просто увеличить тариф ОМС. Я вот тут открою Владимиру Владимировичу небольшой секрет. Есть куча способов, как повысить врачам зарплаты. Можно, например, просто деньги перераспределить в рамках бюджета. Не бесконечным там разгвардейцам, эшникам, прокурорским их отписывать. От них же все равно никакого толка. А, например, отдать врачам. Или уж, если так хочется через взносы, то тоже можно. Например, можно перестать кошмарить бизнес, отбирать собственность, пугать инвесторов. Страшно сказать. Можно перестать воровать. И тогда, знаете, как экономика попрет? Только успеваете самый взнос это собирать. Но это Путин неинтересно. Поэтому и ответ про врачей занимает в четыре раза меньше времени, чем про Украину. Как и ответ на вопрос из Омска про проблемы за Уралия. Или ответ про буксующие нацпроекты. Мелкие это проблемки-то, неинтересные. То ли дело настоящие, серьезные, важные для страны вопросы. Ну, вот, например, такой. Скажите, ну что, дальше логично вынести тело из мавзолея, наконец уже, да? Или такой. В результате незаконных действий Горбачева в 1991 году привели к миллионам пострадавших людей в результате незаконных этих действий. И отсюда вопрос, а что, если дать правовую оценку с событием 1991 года? Были, конечно, и интересные ответы. Ответы, где сознательно или бессознательно получались важные и серьезные заявления. Вот Путин отвечает на предложение поправить Конституцию. Вы сказали, что вы юрист опомянули, поэтому первая часть моего вопроса, она юридическая, Владимир Владимирович, она связана с Конституцией. Вот как вы считаете, не назрели ли изменения в Конституцию? Это касается первой главы. Первой главы. Вот она, на мой взгляд, является неприкосновенной. Все остальное, в принципе, так или иначе менять можно. Это действительно важно. Вы же понимаете, что права и свободы человека и гражданина – это не первая, это вторая глава, которую теперь можно кромсать как угодно. Впрочем, ведь и так не соблюдается ничего. Ну, а Путин и правда плохой юрист. В первой главе говорится о приоритете международного законодательства над российским. Подчеркну, не любого международного законодательства, а только того, под которым мы подписались и обещали выполнять. А потом передумали, как в случае с Украиной или с решениями ЕСПЧ по серьезным делам, типа дела ЮКУСа. Очень интересно Путин сказал про Кадырова. Интересно для понимания устройства их мира в их головах. Мне вот директор ФСБ как-то сказал, ну, докладывал о ликвидации одного из бандформирований. Я говорю, ребят, представь свои государственные награды. Он говорит, это не мы. Я говорю, а кто? Кадыровцы. Вообще, когда мы говорим кадыровцы, мы имеем в виду то квазилегальное армейское образование, которое подчиняется лично Кадырову, а не формальным командирам и каким-то там государственным институтам. Мы, по сути, говорим про личную гвардию Кадырова, который по закону не может иметь никакой гвардии. А Путин о чем говорит? О каком таком военном образовании или о какой такой спецслужбе? Мы что-то пропустили? Где-то в недрах Минобороны или ФСБ есть такой орган или служба кадыровцы? Путин понимает, что он только что признался, что извещен о существовании в стране нелегальной получастной армии. Но еще красноречивее не слова Путина, а его молчание или отговорки. Вот журналистка из Крыма, видимо, она еще не совсем привыкла к новым реалиям, с ужасом спрашивает про лечение детей. Вопрос мой касается больных детей. Вот я отношусь к той части России, которая по утрам эсэмэсками вместе с остальными собирает деньги на лечение больным детям. Потому что невозможно смотреть эти телевизионные репортажи, они рвут душу и сердце, невозможно жить и дышать после этого. Скажите, пожалуйста, возможно ли сделать так, чтобы российских детей лечили и реабилитировали бесплатно, безо всяких условий и льгот? Путин долго отвечает. Говорит про падение смертности, улучшение медицины, прочие достижения. У нас существенный прогресс в снижении детской смертности. Это один из способов решения как раз демографических проблем. Конечно, мы должны добиваться того, чтобы к детям по-особому подходили. И уделяли мы особое внимание. Так и стараемся делать на самом деле. Вот сейчас по лекарствам, например, в отдельную категорию, чего раньше не было, вывели детские рецептуры. Ну и так далее. Это не единственное, что делается. Но что касается благотворительной деятельности и того, что делается на ведущих наших каналах, обращение с призывами о помощи для конкретных детей. Но это, понимаете, это же вот эти призывы, они и передачи по этому поводу, их нельзя запретить. Но из ответа понятно. Нет. Не можем лечить детей без сбора денег через СМС по госканалу. Вот дворец ему можем построить, сотни миллиардов ненужные трубопроводы закопать можем, потратить миллиарды на Сирию, Ливию, Венесуэлу можем, а детей лечить, ну не можем. И опять же видно, неинтересно ему, не готов, фактуры не знает, дети какие-то больные. То ли дело вопрос про строительство новых магистралей. Вот тут как от зубов отскакивает. У нас вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Вдвое. Было, по-моему, 39 тысяч километров, сейчас 80 с лишним. Хотя понятно, вопрос-то согласованный. Путину нужно было, чтобы про магистрали спросили, видимо, чтобы похвастаться про единственную построенную. Таких подготовленных вопросов было много. Про одну только 75-ю годовщину Победы раз пять спросили. Все для того, чтобы Путин мог сказать, как он статью собирается написать. Были заготовлены вопросы про то, что сделать 31 декабря выходным. И даже про Конституцию, которая позволила Путину сказать, что надо убрать слово подряд из Конституции. То самое слово, которое ему позволило оставаться фактическим главой государства после 2008 года. А в 2012-м мошеннически снова вернуться на президентское кресло. Это же мошеннический сговор был с Медведем. Хочется спросить, а что же только сейчас-то спохватился? Чего раньше не хотели убрать это слово подряд? И почему сейчас? Впрочем, на последний вопрос мы получили ответ. Не прямой, конечно, но красноречивый. Путину два раза задали вопрос про его политическое будущее. Многие обращают внимание на 2024 год и высказывают предположение, что гипотетически вы можете потом возглавить это некое союзное государство. Рано или поздно нам придется с вами, ну, так называемую формулу транзита власти изобретать. Вот. Не смогли бы вы нас к этому тоже подключить? И на оба вопроса в части своего будущего он ответа не дал. Даже что-нибудь дежурное не сказал. И вывод-то можно сделать один. Никуда он не собирается уходить. Просто еще окончательно не решил, как. 20 лет назад Борис Ельцин вручил безграничную власть молодому, энергичному 47-летнему парню. И вот теперь этот немолодой, уставший, неинтересующийся стороной человек продолжает мучить и нас, и себя. Изредка оживляясь на игру в войнушку и попытки вершить судьбу мира. А страна так и стоит на месте. И сегодняшняя стрельба перед зданием ФСБ показывает, что те самые 90-е, которыми нас пугают, никуда не делись. Нет ни стабильности, ни процветания. Только застой и деградация. Это та цена, которую мы платим за то, что вся власть в огромной стране сосредоточена в одних руках. За то, что и вопросы войны и мира, и вопросы прокладки канализации в последней деревне решаются из одного кабинета, одним человеком. И эти 20 лет продолжающиеся ежегодные пресс-конференции являются лучшей иллюстрацией, что такое устройство страны неправильно. И наша главная задача не допустить повторения этого в тот момент, когда Путин уйдет. Не допустить, чтобы Путин нас сменил какой-нибудь новый Шмутин. Давайте больше никогда не будем повторять ошибку, сделанную 20 лет назад. С наступающими праздниками вас. Всего хорошего и до новых встреч.